Смотрите, я нашла такие листочки, похоже, типа, знаете, как маленькая пекинская капуста. Что это может быть? Это может быть цикорий. Да, да, цикорий. А ну, сейчас, сейчас. У нас уже замаринована рыба, у нас есть сальс. Мы уже практично трошки розуміємо, что мы маємо робити, да? Мы вгадали основный ингредиент, а червоні в тот момент, вони взагалі ще нічого не знають, розумієш? Міша, что там, дитут? А Міша таке чувство, что он там за стяною есть, что у него занятый рот, и он стоит есть. Его не видно вообще, не шарудить. Я уже думаю, может, он там что-то непогано стало, может, упал в хлопоте, ничего не балакает. Рулет не може быть без нічого, там по-любому щось буде всередині. Если это рулет, значит в нём щось должно быть по-любому. Не в***ю говорю. Просто разбитое, завёрнутое мясо? Да. А внутри что? Мясо. Я понял. Там шо, два вида мяса в этом рулете? Один вид. Кожа, є там на нём якась? А? Кожа чи оболочка, шо сверху на нём? Оболочка какая-то была, потому шо, ну, как, знаешь, как... Щас скажу, как я его отрывал. Знаеш, так, вот круассан, берёшь корочку сверху, раз отрываешь, и оно ещё остаётся там. А шо, це може буть тисто фило чи шо? Не-не-не-не, без тисто. Это рулет какой-то с мяса. В*** какая-то. Я, короче, стою и говорю про себя. Я в данный момент полный... В***. На меня там надеются, мясо, вот, пожалуйста. А я дупля, короче, не могу отбить, шо это за мясо. Жареное мясо, че такое солёное, перчёное, хорошо, хорошо перчёное? Всередині шо, розмотай його до самого краю. А всередині тоже мясо. Я раз. У меня попалась какая-то как жилочка во рту. Я как упустил, у меня как жилочка попалась. Думаю, ага. Ну, может быть, это завёрнуто, думаю, вот, гудяная ножка, короче. А я просто, ну, иду, как так можно работать? Вот, что готовить? Я не знаю. Ты знаешь? Нет. Он молчит, ты, ***, ножку берите. Ножку? Да. Утиную? Да. Слава Богу. Бегаю, косточку вырезаем, правильно? Обязательно. А? Да. Отлично, поехали. Вот это уже дело. Прошёл час, коли мы в нього добились мяса. Він сказав нам, це утка, ножка утки. Чё, чё ты так ножку обрезал? Ей ж треба цю-цю-цюдяку. Вона блацила. Аккуратно, аккуратно. Дуже правильно. Друзья, вот это ножка тоже. На, отрежь, Наташа. Ну, я не люблю, когда под руку ходу. Меня бесило. Я просто, вот она мне говорит, не так. Я отставлял процесс и говорю, делай так. Наташа, короче, вырезала ножку. Ну, отбили утку, посолили, поперщили. Поставили в духовку. Пава, Пава, возьми горошок. Горошок, на. А? Шо? Воно жидкое, це не пюре. Так а что не пюре? Воно вже холодное, це не пюре, ось. Це не пюре, це соленькое. Пюре, це можете ложку насипать, і воно стоїть. А коли ти насипаєш ложкою пюре, і воно розповзається, таки, звините, для мене це не пюре. Ну, може, для маленьких дітей, яким водять перший прикорм, ну, це пюре більше, похоже на пюре. Я її щас убью. Наташа, она мне *** мозг. Хто? Так пошти її ***. Та що не візьмуть? Нет, це не так. Нет, це не так. Нет, туди то не вожуться. Нет, це не так. Нет, пюре не такое. Нет, то не такое. Тут много солі, тут много перца, там мало того. А шо не так з пюре? Ну, шо, це пюре? Ти вважаєш, це пюре? Так, а яким должно бути пюре з горошком? Це не пюре. Так а яким оно должно быть? Воно жидке дуже, треба добавить туди густоту. Я говорю, Наташ, ти коди с утра от дивишся на себе в зіркало, в тебе все устраює. Все не так. Їда не та, живем не там, красят не так, прическа не та, конкурс не той, не в той команде, не ті люди, не той выиграв, не той проиграв. Все не так. Знаєш? Вона выиграє і скаже, ні, це неправильно. Не дай боже. Не дай боже. Все, работаємо. Це не пюре. Бляд, я не знаю, у Наташі свої вкуси, я не понимаю. Все-таки ми зварили ще горошка, перебили. І маленьку часть цього твердого пюре, без сліва, без нічого, добавили маленьку часть цього жидкого. І получилось таке нормальне пюре. Как дела? Подожди, ще нормально. Покажу. Поки судді нічого не сказали, все нормально. А ти вже готовлять. Ліска там, я тебе говорю. Ну, на це, як крыса Лариса, шва пакляк. Она там, походу, ту миску перебрала на малекулу. Я ж представляю, эту землеройку просто аж рила в той тарелі, аж ныгила, аж рила, понимаєш? Блин, я сьогодні жрала руками. У мене моя младша сестра приучена їсть вилкой і ножом, наверное, лет з чотирёх. Типа, і ми завжди вдома йдем, вилка і в наш дім. І тут я просто представляю, як, о боже, я беру це руками, сую себе в рот. У мене помада. І думаю, боже, я щось по-любому її, у мене помада напала на остальні части лиця. І тут ж це таке невероятне відбувається. Думаю, будем делать це, окей, акуратно. Ребята! Да! В нашому тартарі, в нашому тартарі морському, вот, я нашла щось ще помимо лукопорея. Як я взагалі такі мелкі діталі в доволі однородній порізанній субстанцій? Я, получается, її брала на ладошку і починала вот так, вот, второю ладошкою, типо, растирати. І рано чи піздно ти починаєш знаходить, типо, мелкі групиці, короче, які просто отваливаються від чого-то крупного. Соївий соус, наверное, да, лук-порей, петрушка, наверное, да? Да! Порей, порей 100%. Порей, чині! І потім, я, смотри, вкус перца є, як будь-то болгарська. Лимон, наверное, там є, да? Що? А лимон ти чуствуеш? Лимон, да, чі-чуть. Ми як-то з Жені спокійно себе роботали, она нам нормально донесла, ми нормально все услышали. І спокійно я більше слушала, да, я більше слушала, прислушалась, уточняла. А Женя быстро-быстро все з'єл. Женя пожарил рыбу. А потом все-таки с этим опять мы вернулись к этим цукини. Эти показатели прямоугольника. Где-то 3 на 1,5, ну и на 0,7. Это в сантиметрах. Вы поняли? 3 на 1,5 на 7. 3 на 1,5 на 7. Вот раз, два, три, сутри. На 1,5 на 7, ага. Ну, здесь 7 типа должно быть, и тут 1,5. Ну, я думаю, нормально. Мне казалось, что я прям четко идентифицирую размеры. Для меня, например, один сантиметр – это две клеточки в школьной тетради, например. То есть я понимаю, что фаланга у меня где-то миллиметров 14, ну, типа на этом пальце. Вот. На этом уже ближе к 17 миллиметрам. Типа, а потом обратно 14, а тут вообще где-то 12. Мне было в школе хорошо с геометрией. Внутри такая дырочка, да? Нет! Внутри нет никакой дырочки! Карина! Карина мне говорит, а серединку вырезать? Я такая, в смысле? Она говорит, ну, вырезать серединку. Я ей, Карина, у вас прямоугольник 3 на 1,5 на 0,7. Она такая, а серединку вырезать? Так, сердцевина вырезана как просто квадратик, вот просто вырезана сердцевина. Ну, по бокам основания есть, края есть везде, так? Просто прямоугольник из цукини. Понятно, но сердцевина там не вырезана. Конечно! Просто прямоугольник! Жень! А? Ты понял, как сделать этот прямоугольник? Что ж такое? Я говорю, Женя, иди сюда, слушай меня. Вам надо сделать прямоугольник, у которого была бы одна просто сторона со шкурой. Что непонятного? Женя! Чего? Послушайте меня. Я, ну, один раз медленно. Ставите цукини вертикально. Поставьте целый цукини вертикально. И теперь ножом вы как будто срезаете так вниз шкуру. Только срезали на 7 миллиметров ее. Понимаете? И потом аккуратно оформили прямоугольник. Что? Понятно? Это цукини немножко, чуть-чуть, оно почти аль денте. Просто его нужно бланшернуть, я просто один раз его опустила в кипяток, вытащила и пожарить на сковородке, в котором жарилась уже рыба. То есть она чувствовала вкус этого масла, на котором была прожарена рыба. Но мы так и сделали. Вот она рассказывает тупо все детали. Все. Есть морковка, значит. Хорошо. Два. Как мы нарезали, как мы нарезали, короче, на борщ картошку. Вот такие есть два, как вроде корень сельдерея вырезаны тоже. Сельдерей, это у него, в принципе, специфический вкус, он пахнет классно. Я его часто ем, он полезен для мужчин. Классный вообще такой корень. Я Миша говорю, это корень или в натуре два вагона? Он говорит, корень. Что с ними делать? Карамелизируйте, как морковку. Ну, хорошо, делай. Сливочное масло, уксус, сахар. Соус готов, пюре готово. Морковка, сельдерей готов. Морковка готова, сельдерей готов. А слива есть? Есть! Слива? Да. Зашибись. У нас остается до конца работы пять минут. У нас идет презентация веночков. Короче, вот эти два филе треугольных. Они одно филе опирается на кружочек из цукини, вот так, в высоту, знаешь. Хорошо, я понял, дальше. А потом второе филе, как бы, ложится на предыдущее. Ага, понял. А потом на это второе филе ложится вот этот прямоугольничек, понял? Понял. Да. Она такие четкие инструкции дала, что ты просто хрен там ошибаешься, понимаешь? Вот правду тебе кажу. Ну, просто вот так вот до тошно, тебе каждую деталь объяснили и рассказали, что воно может быть. Все, не прикопаешься. Сколько горошка пюре, а сколько этого самого? По презентации или что? Да. Он говорит, там соус справа, тут слева утка посередине, потом груша. Ну, все, я примерно картинку себе сфотографировал. Лишилось десять. Девять. Мы ему вот так все подготовили и поделали презентацию. У меня руки трусят. Весем. Пюрешка раз. Семь. Стоуф два. Шесть. Тут грушку влепили, тут слепку. И качку в середину. Пять. Чотири. Давай, 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 давай. Три. Два. Один. Оп, все, время стоп. Стоп. Час вышел. Уси береги цвет поверх. Наконец-таки тишина. Ничего не слышно. Спокойствие. Виктор, подходите, красный, с блюдом. Ну, или миска, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА мы ну червоню витаю тарелку вы угадали вот уже пол дела спаралізу я тут открывайте а кита перед вами сейчас просто внимание на монитор спинка кролика спинка кролика то есть утка ушла на ганаш из фуагра у нас не ганаш из фуагра а крем у нас уже груша не белая а красная с гарбузом приготовленным трьома способами на паре у форме крему та на гриле у нас вместо тиквы маркука сельдеринду ничего страшно и причем не жарена карамелизирована також тут є журавлина желе а у нас лежит пол сливы кролик утка позоришь тиква морковка все же земли глазах я смотрю на суде и в глазах вот так вот ты дурак ты дурачела миша дару где вы знайшли в цей страве горох это и извне вот окружающие факторы больше повлияли а не ж миша не мог отличить блюдо я не считаю что миша не не мог бы понять что то тикло он больше раз терялся а не ж он не понял вот я думаю что раз терялся миша вообще не кипишна людина він не переносил все чтобы кто-то орав кипишев а тут все началось ось может и не растерялся плюс еще завязані глаза и что с того что вы приготували смачную страву якшо з усих складовых вы вгадали тільки грошу завданье полягало в тому чтобы повторить задану страву мы понимаем что мы в дуле но у нас есть надежда что в дуле сын почему вы решили что у вас рыба ну я на вкус попробовала это рыба еще по форме получается так что вот у дорадо филе такое но более на его площадь короче она вот так вот и сюда более острый кончик я вторую на тележке рисовала свои теории про треугольники заговоры волокна запахи размеры короче про все я ему там рассказывала вообще сама не верила в то что наш я столько вообще всего продумала я чуть-чуть потеть начала там ему перед вами филе дорадо реально я так обалдела я еще сама не поняла как это произошло мы угадали главный ингредиент соус тартаром с гребенця то классичную томатную сальсию кончалот також у стравы я глазурована цибуля шалот и цукини приготовлены трьома способами на паре у форме крему то на гриле крыль чтобы из этого отгадать во первых дорадо во вторых цукини мы даже угадали что это было сальса из чего вот оно было состоял лук шалот у на у них он глазированный у нас припущенный карамелизированный в принципе соль типа 1 кто готовил тартар я муки то а веста женю а вы доси закоханный женя я киев звати скажите нам не скажу это новенькая это новенькая новенькая новая а закохан недавно ну просто так ну просто так ну ты хочешь говорить вернуть але будь то сцей люди не она ну так подробиць разповідати не буду але так вот не знаю чи взаимно це все але так ну если даже у женя нашел себе достойную девочку любовь мир зла вода много детей и короче пусть будет часто правда вообще дораду соковита гарна скоринка сальса очень хорошо нарисована я чувствую все смаки мне нравится эта работа дружи немае сенсу грати стут интригу лиза лиза вгадала більше элементів у своїй страві а команда смачно їх приготувала Поэтому сыне сегодня победят. На балкон. Спасибо. Михаил, не знаю, про что вы думали, но, очевидно, не про кролика с гербузом и журавлиным желе. Одна лишь груша из правильных ингредиентов привела вашу команду до поразки. И сейчас вы имеете озвучить нам, кто одягнет черный фартух. Кого там выбирать и кого наряжать, если я виноват, но кто там будет виноват? Они орали, старались, они сделали красивую подачу. Мне очень понравилась подача. Просто что я сегодня, реально? Может, за то, что как-то подрасслабился вчера, что подарили мне подарок, чтобы мне сказали, что, Миша, все нормально, поднимись просто на балкон. А ну, так знаешь, когда бывает, когда похвалят. Вот это закон подлости, я тебе говорю, когда вот хвалят, все хорошо, все прекрасно. Следующий день ты... Так, короче, ходишь, запущено. Сопля, все. Я ж пюре с горошком сделал. Мишо, раджу вам тренуватись. Адже хороший шеф повинен добре разбиратись в ингредиентах та их них смаках. Чи с открытыми очима, чи на ослеп, чи навіть, как бы посеред ночи разбудили. Да. Я надел влажные трусы со звездочки, они были влажные, и это не повезло. Спасибо. Все равно выборожься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова